здравствуйте друзья наконец-то выбрался за карпом за карасиком попробуем половить на стаканы как я и обещал сейчас все покажу взял я снасти с собой времени было очень мало что-то там выделывать сверхъестественное сделал через петлю вообще не стал заморачиваться сейчас вам покажу как это выглядит вот так мой крокодильчик любимый длина 320 по-моему у него вот такой вот красавец вот так вот красота вот сюда я сделал просто петельку я не стал лишь говорю париться сильно времени не было такая большая петелька все тут будет хорошо и сейчас мы нацепим стаканчик будем ловить на стаканчик ветер сильный мужики говорят что ничего не клюет что все плохо рыба рыба ушла ну ничего них не клюет у нас может быть клюнет и самое главное ну ладно стаканчики попозже сейчас надо достать рогатинку не знаю насколько здесь перспективное место если честно перспективное ли оно вообще что нам плохое не знаю будем пробовать сейчас вообще любое место хорошее главное чтобы была рыбка и клево настрой так сказать у рыбки он так ну а теперь давайте покажу то ради чего как бы все приехали вот такие вот стаканы которые я делал я же говорю я вообще так он выглядит париться не стал сделал петлей большой понимаете кто-то любит там супер эстетику кто-то сейчас скажет а это все ерунда там так ну тому подобное тем не менее вот так это все работает так но его либо окунуть надо водичку покажу вот так раз и все и можно будет достать не хочет надо еще подольше чуть-чуть вода теплая это озеро теплое с водичка вот все водичка дырочку найдет как говорится и будем забрасывать первый раз в жизни ловлю на такую насадку не знаю получится не получится как вообще на себя поведет давайте пробовать с вами вместе ну летит далеко главное без знаете такого рвения вача что надо прям впульнуть так чтоб 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 летит хорошо сейчас колокольчик что прям тащится так легко ну все пусть и вторую я наверное куда-нибудь не знаю вот так закину это карпятники у меня и одну доночку наверно посерединке кину погода суперская сегодня тепло на солнце ветер конечно есть но не настолько он критичен ветер все как бы нормально сумку закрываем все и конечно бы солнце убрать ладно берем сейчас эти донки тоже новые крокодилы я им еще ни разу не ловил то есть это все все вообще прям 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 ой что заговорил с вами сейчас немножко так чаще с вытащится вот так вот стаканчики я не выбрасываю я их потом повторно использую ничего в этом такого зазорного говорится нет так перехлестнулась вот за вот этим надо конечно следить потому что если перехлестывается то можно оторвать вообще на дурную голову как говорится можно все оторвать если голова дурна так ну и теперь как я и говорил уже туда куда-нибудь чтоб можно было донку ну летит нормально метров ну 60 наверно смело она летит метров шестьдесят кто-то рогатин и тоже ставил ну эту я наверное положу если вдруг прям поклевка поклевка да почувствую ну все у нас остается одна доночка на червячка закинем вот так я и будем смотреть если ничего не получится посидим сейчас пол двенадцатого ну до двух где-то то перейдем на кувшинки туда куда-нибудь попробуем половить пока так экстремальная рыбалка под лэб какой треск стоит но я зато знаю что здесь есть очень крупная рыбка прям очень-очень крупная здесь есть карпы до пятнадцати килограмм место вроде неплохое по расположению но вот по клёву конечно вообще даже на донку с сервяком ни одной тычки не было как-то слабенько пару слов хотел сказать о стаканах если собираетесь ловить на стакан то знаете что когда вы его закинули это минут 30-40 он будет в воде только таять ну в зависимости от водоема и от времени года естественно и от течения короче много различных факторов но 20 минут это точно железно поэтому будьте готовы после заброса 20 минут это просто выжидание и потом еще когда все это так сказать размокнет ждать еще минут ну 20-30 пока рыбка подойдет и что-то там возьмет будет поклевка ну грубо говоря вот час если прямо вообще за вас огромным запасом берем час после заброса если ничего нет то естественно перецепливаем стаканчик кидаем опять можно взять поменьше же говорю все от зависит от разных факторов течения глубина время года и озера если она там теплая очень то конечно нужно это тоже учитывать ребята поклевка и и кто-то ничего такой сидит на крючке прям нормально так бьет вот этот азарт знаете вот этот азарт и начал ни на что не променяешь кто там это кто такой ну а это соник ребята соник соник ума личного отлично с почином первый слоник красавчик бодрый бодрый вообще красавец ведь красавец да скажите гляньте какой красавчик ай блин сейчас моему садочка взял на получается червячка плюс там опарик был я же телефон бросил хренеть вот это да вот это вот это мне нравится такое сейчас мы пусть плавает вот это уже хорошо это уже другой разговор как говорится класс значит место не совсем без перспективное будем пробовать будем ловить я уже боялся что все но нет красавчик вот он азарт порезал меня видите вот для этого я и говорю что на рыбалке должна быть всегда аптечка с собой чтобы вот в таких случаях можно было если что аптечка я наверно тряпку с собой не брал да я конечно молодец взял всю кроме тряпки походу ну это на меня похоже кстати аптечку я тоже взял вот тряпку я не взял ну ладно нет как нет может вот здесь не все ребята тряпки нет ладно ну раз ребят клюк клюнул сомик значит рыбка есть все есть сейчас еще опарика нацеплю червячок тут еще чуть-чуть и есть свящего парика червячка пока не буду менять вот эти тут еще немножко есть сейчас кукурузы затрамбуем опять же кукуруза у меня тут была это вот эта кукуруза которую я варил можете заходить на канал посмотреть там есть видео я показываю рецепт кукурузы так сказать без дюпов свой свой собственный дюб делаем вот и кукуруза будет такая сладенькая вкусненькая пахучая так ну что-то я пока никуда не хочу идти будем дожидаться еще собика плюс карпятники у нас стоят посмотрим что они нам принесут сегодня может что-нибудь и принесут у меня план такой здесь до часу дня посидеть если ничего не будет то значит все на кувшинке пойду ну если вообще клёв имею да тут тусклый будет так но тут конечно сом бодро клюнул вообще молодец вот он сидит тут красавица вот он сидит знаете в чем минус вот этих самов это канальные сомики у них шипы они их потом садка вытаскивать это еще то удовольствие если честно они прям вообще жесть одни есть здесь и крупные где-то килограмм до трех так внутри можно поймать ловил есть тоже видео на канале там не три там по моему два с копейками но тем не менее есть мы можно вытащить может быть есть и крупные крупные экземпляры но я слышал что мужики вытаскивали три килограмма азарт проснулся сразу настроение все-таки ух боевой дух прям класс смотрю осела очень сильно леска сейчас наверно достанем перезабросим посмотрим что там наверно просто стакан весь растаял и крючок просто остался с кукурузой да вот ну короче у меня где-то минут 40 получается такая вот оснастка остается так сейчас опять зарядим стакан единственное только что я хочу немножечко доработать видите тут у меня просто на петельку я хочу сюда сейчас еще грузик поставить чтобы это вся оснастка не сносилась течением волнами течением оставалось получается лежать вот это выбрасывать никуда не надо это можно оставить в следующий раз взять ухты как так то я снимал снимал и не снял следующий раз использовать на рыбалке грузик я подготовил вот он вообще в идеале его нужно перевязывать и вот сюда нас топорок но я таким заниматься не буду я его надену просто там где стакан и все еще сам покажу достаем стакан переполненный вот я щас сюда то что что такое них не хочешь наш кукуруза не не пожалела вчера от жадности насыпал не пожалел вот так и вот сюда я сейчас вот тут на карабинчик просто подцеплю еще и грузик вот так вот так я все-таки хочу перейти на кувшинке поэтому я не буду тут очень долго сидеть до часа реально реально все потому что что-то как-то даже на вот эту донку один сомик но это как-то мало маловато все равно я считаю должно быть побольше вытаскиваем посидим сейчас посмотрим если ничего не будет то пойдем на кувшинке вообще за карпом надо конечно ехать так сказать на несколько часов на полдня за карпом а не так что вот поехала там всего лишь тебя там времени в обрез мне конечно прям вам не в обрез но тем не менее у меня не очень много его так что если едете лучше ехать на несколько дней а не так как я но даже таким как я дилетантом улыбается удача поэтому говорить вот эти вот все предрассудки тоже что вот карп это только вот надо ловить там на несколько дней ехать вообще до закормиться сесть ну как бы по правильному уже с вами сформировавшаяся практика так сказать но можно и так как я приехать на полдня если ничего не поймали уехали ну то есть вот так иногда может повезти можете так приехать на три часа и поймать две то и три рыбины нормальных можете ничего не поймать хочу бывает по-разному главное пробовать не сдаваться немножко удачи желания и возможности удача вам улыбнется переместился на другое место рыбка плещется ходит но клёво нет вообще не знаю почему это поставлена стыкан обычная поплавочка и плюс дом но пока тишина по моему друзья появилась возможность поснимать ну во первых на том месте снимать не удалось я уже покушал даже потому что очень много было людей а здесь друзья я поймал вон подлещечка небольшого это новое место я перешел на кувшинки ловить буду на поплавок ничего не закармливал совершенно то есть все так еще смотрите банки вот мусор я забираю с собой то есть не бросаем не мусорим забираем все с собой культурные люди создают культурное общество погодка конечно сегодня шепчет там на стакан ничего не взяло у меня я конечно под расстроился ушел сюда в последнюю надежду но плески ребят плески рыба гулять рыба плещется она есть ветер сильный вообще не знаю это конечно я не тут взял и со дна вот она не клюет вот именно вот в проводку за что-то там зацепилась может за маленький камушок я смог ее вытащить так что со дна это не то почему то время чтобы ловить со дна хотя я такой как сказать человек который именно вот исключительно со дна я редко ловлю в пол воды потому что вот эти вот знаете проводки то что течением несет поплавок но я как-то не очень люблю ну я буду надеяться что это было не залетное как тот сомик рыбка и будет здесь еще и удастся что-то еще выловить прям ведет ведет друзья это окунь но окуня я тоже возьму блин вот это он жадно заглотил слушайте как будто в последний раз у меня где-то есть этот экстрактор но его надо искать его надо искать его тоже возьмем наживка червяк вот забыл и я взять эту тряпку это конечно проблема и вот подлещик тоже вот здесь на этом месте взял как бы поплавок только-только вроде поплыл и подлещик успел взять что там какое-то интересное место ну что ж друзья о месте поймал вот окушка и все и тишина был были еще поклевки то есть не пусто не пусто но ничего не вытащил сейчас я закормился максимально кукурузой вся что у меня была выкидал все поставил рогаточку немножечко так сказать оборудовал место лова здесь немножечко по убирал и сейчас хочу попить чаю потому что уже немножечко конечно я находился и туда и сюда хочется сесть попить там я уже перекусывал когда вот на втором месте на второй точке ловил но этот не снимал вот у меня еще остались чуть печенье еще чай время пол третьего упал упал папа папа поклевка поклевка друзья это первая поклевка после закорма ну минут десять наверно прошло как закормил что-то так уверенно повело и все ладно давайте чайка нальем да вот отсюда вообще не видно нужно очки надевать такие которые блики убирают вообще поплавка не вижу но мне тут место конечно понравилось ветер правда в лицо но из-за камышей ветер сюда не доходит и волны нет то есть как бы ну ловишь без волны это очень классно я не люблю ловить с волной с волной люблю ловить когда у меня резинка вот на резинку я люблю люблю волна либо на донке но все равно если волна значит это ветер все просто за ваше здоровье друзья выбирайтесь на рыбалку отдыхайте даже если у вас нет времени как у меня хотя бы там часика на три на четыре выезжайте пробуйте ловите для души отдыхайте рыбалка она расслабляет отдыхаешь физически конечно нет а вот душевно да сто процентов душевно отдыхаешь что ж друзья подошел конец рыбалки рыбалка была в плане улова не супер вот получается улов один сом небольшой потом вот такая вот поднята густерка густерка и сон красавицу все больше никого то есть как-то не фонтан в этот раз но тем не менее это лучше чем вообще ничего такие дела всего всем пока